В эфире криминальные новости, это проект Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. До 25 лет лишения свободы в Минске предъявлены обвинения наркозакладчику от его товара. Погиб клиент. Дело по пятой части наркостатьи. Спасти родственника от ответственности, принять участие в спецоперации по поимке киберпреступников. Разные предлоги. Один исход. Как белорусы попадают на удочку мошенников. Проигнорировал знак итог аварии. И двое пострадавших в Славгородском районе дорогу не поделили. Фура и машина медиков. В Минске предъявлены обвинения закладчику от товара, которого умер наркопотребитель. Еще в августе прошлого года в Бресте был задержан 43-летний иностранец. По данным следствия, обвиняемый состоял в организованной преступной группе, которая занималась незаконным оборотом психотропов. По указаниям кураторов, фигурант забирал крупные партии, фасовал наркотик на разовые дозы и раскладывал готовые свертки по тайникам столицы и Минской области. Во время обыска в автомобиле задержанного было обнаружено 620 граммов наркотиков. Это метадон, кокаин и карфентанил. А по координатам расположения сделанных им тайников еще 140 граммов метадона. Одна из сделанных им закладок стала смертельной для 35-летнего жителя столицы. Вместе со своими друзьями в июле прошлого года он в интернете приобрел особо опасное наркотическое средство метадон. Компания забрала закладку в лесном массиве, а после дома у одного из друзей разделила запрещенное вещество между собой и употребила. Далее каждый из мужчин направился по своим делам. На следующий день мать 35-летнего мельчанина забила тревогу. Сын не выходит на связь уже почти сутки. В ходе поисковых мероприятий его тело без признаков жизни было обнаружено в подъезде, где проживает его знакомый. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления метадоном. По результатам расследования, действия участника организованной группы квалифицированы по пятой части 328-й статьи. Отмечу, что это самая серьезная санкция за незаконный оборот наркотиков. Она предусматривает до 25 лет лишения свободы. Житель столицы решил рискнуть свободой и проиграл. Поработал на наркошоп две недели, а сесть может на 20 лет. Закладчика задержали в Гродно. На подозрительного парня обратили внимание сотрудники департамента охраны. Его решили досмотреть и не зря. У подозреваемого при себе оказались свертки, обмотанные изолентой. Уже в дальнейшем эксперты установили, что внутри был психотроп, 4 смс, почти 100 граммов. Сам задержанный рассказал, что успел поработать на наркошоп всего пару недель. Сделал закладки в Минске, а затем приехал в Гродно, где и попался. Блок новостей от спасателей продолжит эфир. Материал подготовил Александр Камович. Трагедия в Могилевском районе. В бане угорел пенсионер. ЧП произошло накануне вечером. В МЧС позвонила жительница деревни Городщина и рассказала, что горит баня, в которой находится ее муж. Когда спасатели прибыли на место, то из строения шел густой дым. Пламя полыхало в предбаннике. До приезда огнеборцев женщина сумела вывезти супруга, но спасти его не удалось. Мужчина погиб. Как пояснила хозяйка, около 4 часов дня она вернулась из города, застала мужа спящим в бане. Предположительно, он был пьян. Уже вечером она вышла на улицу и заметила дым. Предварительная версия ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении. В горках сосед спас инвалида из горящего дома. В МЧС позвонили из больницы и рассказали, что госпитализирован мужчина с отравлением продуктами горения. А пожар случился в частном доме в городе. Оказалось, что в жилище горело постельное белье на печке. Пожар потушил сосед, который заметил дым, отыскал своего 68-летнего соседа-инвалида и вывел его из горящего дома. Причину пожара предстоит выяснить. В деревне Станьково Держинского района горело частное предприятие. Пожарные расчеты уже на месте наблюдали, что открытым пламенем горели кровли двух строений. Для тушения задействовали 9 единиц техники. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается. А в Гродно спасатели работали на пожаре под валом многоэтажки. Сильное задымление заметили прохожие, а спасатели оперативно приступили к работе. Очаг возгорания находился в одной из подвальных ячеек. Предположительно, в подвале хранили легковоспламеняющиеся материалы. Еще одно огненное ЧП в Гродно. Сегодня ночью там горел автомобиль «Пежо». Инцидент произошел по улице Боброва. В считанные минуты работники МЧС прибыли к месту и ликвидировали пожар. Огнем поврежден моторный отсек. Вероятнее всего, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Вердикт Фемиды. Суд Островецкого района вынес приговор двоим мужчинам, которые избили посетителя местного бара. Последний в итоге скончался. Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Незадолго до окончания вечеринки. Разгорелся конфликт между двумя компаниями из-за взятой по ошибке куртки. 24 и 29-летний парни избивали оппонента в какой-то момент. Тот упал, ударился о бетонные ступени и умер на месте. Обвиняемые признали себя виновными частично, отрицая совершение преступления из хулиганских побуждений группой лиц. Суд признал их виновными в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Одному из фигурантов назначено наказание 9,5 лет лишения свободы. Второго приговорили к 10 годам. Заработать на краденом металле. План надежный, как швейцарские часы. Подумали двое приятелей из Гродно, но прогадали. После первой же вылазки их задержали. Парни отправились в садовое товарищество в районе деревни Новики под областным центром. Там они выкопали чугунные и металлические ванны, в которые дачники собирают воду для хозяйственных нужд. Начинающие предприниматели воспользовались межсезоньем, когда на дачах почти нет людей. Впрочем, все же попали в поле зрения небезразличные женщины. Милиционеры по горячим следам задержали подозреваемых. За один день приятели украли с огородов три ванны и металл на общую сумму в 1300 рублей. Все похищенное вывезли на микроавтобусе. Возбуждено уголовное дело. И прервемся на рекламу. Через несколько минут мы продолжим. Это программа «Зона Икс». Мы продолжаем наш выпуск. Принять участие в спецоперации по поимке киберпреступников выгодно инвестировать в криптовалюту или спасти родственника от ответственности за спровоцированную аварию. Под такими и не только предлогами телефонные аферисты продолжают наживаться на доверчивых белорусах. Практически каждый день в криминальных сводках фигурируют дела о мошенничествах. Причем как новые, так и уже аферистами давно проверенные. И они до сих пор работают. Жительницу Минска мошенники вынудили взять кредит на 15 тысяч рублей якобы для помощи в изобличении злоумышленников. Примерно столько же едва ли не потеряла пенсионерка из Витебска. Она думала, что спасает сына от уголовной ответственности. Но каково было удивление пожилой женщины, когда она, передавая деньги курьеру, на пороге квартиры увидела якобы виновного в аварии родственника. Тему продолжит Виктория Радевич. Там мне сказали, что проходит спецоперация, где на мой номер, по моим данным, взят кредит. И чтобы изобличить мошенников, я должна поучаствовать в этой процедуре. Начавшийся с этих слов телефонный разговор в мессенджере застал жительницу Минска врасплох. Неизвестный мужчина на другом конце линии представился сотрудникам милиции. Используя психологические трюки и манипуляции, как это обычно делают аферисты, он заставил женщину следовать инструкции. Сходить в банк, взять на самом деле кредит, чтобы они отследили, куда пойдут денежные средства. Ну, я так все и сделала. Она взяла кредит почти на 15 тысяч рублей и перевела деньги на указанный аферистами счет. После того, как финансовая операция была выполнена, женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Больше 15 тысяч рублей наличными едва не передала сообщнику мошенников жительница Витебска. Курьера буквально за руку поймал сына обманутой пенсионерки. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По информации милиции, 84-летней женщине позвонил лжеследователь и сообщил, что якобы ее родственник спровоцировал серьезную аварию. За непривлечение его к ответственности нужно заплатить. Пенсионерка попалась на уловку и собралась передать деньги курьеру. По стечению обстоятельств, сын, якобы попавший в дорожно-транспортное происшествие, вернулся домой и застал курьера на пороге, который держал в руках денежные средства, переданные его матерью. Она спросила, Вова, тебя уже отпустили? Я говорю, откуда? Она говорит, с больницы, ты же попал в ДТП. Мужчина задержал мошенника и незамедлительно вызвал милицию. Пособников преступником оказался 19-летний житель Витебска, который в мессенджере Телеграм нашел подработку. Фигурант задержан. Придержал этого молодого человека за одежду, говорю, где денежные средства, которые вам передала моя мама? Он показал на рюкзак, на что я ему предложил вернуть эти деньги. Он достал с рюкзака эту сумму, я передал маме, и одновременно я забрал у мамы сотовый телефон. По телефону мне мужской голос заявил, что он следователь полиции города Витебска. Я сказал, что у нас полиции нет, у нас в Беларуси милиция. В милиции напомнили, при поступлении подобных звонков следует прекратить разговор. То, что собеседник под любым, даже самым циничным предлогом выманивает деньги, уже должно насторожить. Не менее бдительным стоит оставаться при совершении реальной сделки. Так, двое жителей Минского района с прошлого года не дождались обещанного ремонта в квартире и новой крыши в частном доме, как и возврата денег. За выполнение работ они внесли предоплату. Недобросовестного мастера нашли правоохранители. Есть еще несколько заказов, не доведенных до конца. Сотрудники советского РУВД задержали 41-летнего жителя столицы, который под предлогом оказания строительных и ремонтных работ брал предоплату у граждан и исчезал. В совокупности для выполнения работ мужчина взял около 18 тысяч рублей предоплаты. Ранее меньшанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В отношении 41-летнего мужчины возбуждены уголовные дела за совершение мошенничеств в крупном размере. Когда первый раз меня задержали летом, то есть люди, которые узнали, что я задержан, некоторые отказались от продолжения работы. Известно, что организация, от имени которой работал фигурант, была оформлена на его близкого родственника. Сейчас в милиции устанавливают всех потерпевших. Если из-за этого мужчины вы также остались без ремонта дома, на экране номера телефонов, по которым стоит позвонить. Пояснение всех обстоятельств по делу задержанный ожидает в изоляторе. Виктория Радеевич, Анатолий Долотовский, Зона Икс. Хорошие отзывы и много подписчиков. Четверо пострадавших обратились в милицию, потому что стали жертвами обмана в социальной сети Инстаграм. Покупки в интернете обернулись для потенциальных клиентов в потере денег. А вот товар они так и не дождались. Инстаграм я наткнулась на одной из рекламных объявлений интернет-магазина. Решила зайти посмотреть. Мне понравились некоторые товары. Я решил их заказать. Две минчанки планировали приобрести через интернет-магазин зимнюю верхнюю одежду. Но после перевода предоплаты так и не дождались своих заказов. В аналогичную ситуацию попали еще двое потерпевших, которые также планировали обновить гардероб. Потерпевшие рассказали правоохранителям, что ранее слышали о подобных видах мошенничества. Однако страницы магазинов внушали доверие большим количеством подписчиков и положительных отзывов. Общая сумма ущерба составила более тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. О происшествиях на дорогах наш следующий материал. Передаю слово Юрию Шевчуку. В ДТП в Словгородском районе пострадали два человека. Накануне вечером на 103-м километре трассы Р-43 фура столкнулась с автомобилем скорой помощи. Дело в том, что шофер на машине медиков при выезде на главную дорогу не остановился. Перед знаком движения без остановки запрещено. В итоге дальнобойщик не успел затормозить перед резко выехавшей машиной. В результате аварии 58-летний водитель ГАЗ и 27-летняя медработница были госпитализированы. Volkswagen Golf врезался в стену жилого дома в поставах. Доставать пассажира пришлось спасателям. Авария случилась на улице Юбилейная. По предварительной информации водитель на высокой скорости не справился с управлением и влетел в здание. От сильнейшего удара в машине оказался зажат мужчина, ехавший на пассажирском сидении. На помощь ему пришли сотрудники МЧС. Они деблокировали пострадавшего и передали медикам. Водителя Мерседеса в Мозере привлекли к ответственности после публикации видео в популярном паблике. На записи видеорегистратора, которую выложили пользователи, видно, как лихач на гелике грубо нарушает правила дорожного движения. Он ехал по полосе встречного движения, там, где это категорически запрещено. К слову, это не первый случай, когда нарушители получают штраф или лишаются прав после мониторинга сотрудниками госавтоинспекции соцсетей. Как устроить ДТП с участием трех машин на ровном месте, отвечает герой этого видеоролика. В Китае водитель не заметил буксировочный трос между машинами на его пути. В итоге, после того, как Мерседес натянул веревку еще больше, она потащила за собой два автомобиля. Все закончилось тем, что первые две машины врезались в автомобиль невнимательного шофера. Пытался избежать административной ответственности, но заработал уголовную. В СК рассказали подробности расследования дела об использовании чужого водительского удостоверения. По данным следствия, 29-летнего автомобилиста остановили сотрудники ГАИ. Во время проверки документов мужчина растерялся и не сразу назвал свою дату рождения и место регистрации. Чтобы избежать штрафа за вождение без прав, шофер предъявил чужие. Позже он объяснит, мол, водительское нашел в России более года назад. На удачу фигуранта документы оказались белорусскими. И на родине он начал использовать их как свои. В 2020 году он был лишен водительского удостоверения за нетрезвую поездку за рулем. И хотя срок лишения истек свои документы, из ГАИ он так и не забрал. Инспектор ГАИ перезвонил настоящему владельцу водительского удостоверения, чтобы уточнить, не терял ли тот права. И рассказал, что его документом воспользовался другой человек. Однако владелец предположил, что его хотят обмануть мошенники и прекратил разговор. После вызова в ГАИ у владельца утерянного водительского удостоверения развеялись все сомнения. Мужчина подтвердил факт утраты своих прав в России. В отношении же жителя Славгорода возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Магия закончилась или кто-то слишком много ест. В интернете набирает популярность ролик, сделанный во время детского спектакля. Разочарованию детей не было предела. Когда в разгар представления актрисы, игравшая феей, упала прямо на сцену. Скорее всего, оборвались тросы, на которых она парила в воздухе. Не исключено, что магия перестала действовать из-за лишнего веса волшебницы. Такой была программа «Зона Икс» сегодня. Увидимся завтра на «Беларусь-1». Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова